У меня появилось достаточно много новинок косметики и спешу сразу поделиться с вами мнением об этой косметике. И давайте начнем больше не с декоративной косметики, а с лаков для ногтей. Если вы следите за моими видео, то наверняка знаете, что у меня, к сожалению, началась аллергия на шелак. Вернее, как я впоследствии выяснила, это аллергия не на сам шелак, Синди шелак, а на копии под шелак, то есть на подделке под шелак у меня началась аллергия, у меня очень сильно чесалась кутикула вокруг ногтей. И каждый раз, когда я делала маникюр, мне просто вот так вот разодрать до крови хотелось свои ногти. И я поняла, что нужно искать какие-то аналоги. Одно время я пользовалась обычными лаками, но обычные лаки и гель-лаки, это вообще-то для меня два разных мира. Один полный какой-то мороки, а второй абсолютно простой и безоблачный и классный. И второй это именно гель-лаки, потому что на мне обычные лаки держатся, ну в лучшем случае, ну в самом лучшем случае это 5 дней. Но обычно это 3-4 дня, может быть как-то так. И через каждые 3-4 дня нужно переделывать маникюр. С гель-лаками я спокойно хожу 2 недели и ногти выглядят идеально. Сейчас на мне тоже гель. И что собственно я решила попробовать, это марку Коди или Коди, не уверена как правильно она называется. Я заказала себе всю систему, то есть это верхнее покрытие, нижнее базовое покрытие и один оттенок лака я взяла попробовать. Я когда заказала, я вот буквально вот так вот сидела и думала, господи пожалуйста, пускай мне не будет на нее аллергии. И слава богу все нормально, с этими лаками все отлично. Я взяла, у них там несколько вариантов верхнего и базового покрытия. Я взяла то, которое rubber называется у них. И оттенок у меня лака с самого 91. Вот этот лак, это вообще, это настолько красивый цвет и именно вот таких вот лаков мне очень не хватало в линейке C&D шелак. В шелаке в основном это как бы обычные, типичные такие кремовые текстуры разных оттенков. Здесь же в коде такая богатая палитра вообще всяких оттенков, там есть и с блесточками, и кошачий глаз, и какие-то витражные, и какие-то, я не знаю там, ну в общем-то цвета какие угодно только есть. Разные оттенки. В шелаке это 25 оттенков красного, один фиолетовый, один зеленый, ну как-то так, то есть очень бедный выбор. Здесь же вот этот вот оттенок 91, это классический красный с красными и золотыми блесточками. Выглядит очень дорого, очень богато выглядит, вот именно по-праздничному выглядит. Мне кажется, в преддверии нового года отличный просто оттенок. Я, вы могли наблюдать меня с этими ногтями в предыдущих видео, я постараюсь вам вставить кусочек там, где более-менее видно. И в инстаграме я тоже выкладывала фотографию, но фотография в полной мере не передает, насколько сильно этот оттенок переливается и горит просто на ваших ногтях. Поэтому очень рекомендую. И кстати, вот это вот фиолетовый этот оттенок, это лак именно шелаковский, а база и топ от коди. И тоже отлично оно работает вместе, никаких в общем-то претензий здесь нет. И так я именно и выяснила, что у меня на подделке аллергия, потому что лаки у меня оригинальные, а вот базу и топ я взяла как бы аналоги польские. Но эти аналоги в общем-то быстро у меня вызвали аллергии. С моим заказом коди тоже положили новинку их. Это термофольга для ногтей. Выглядит эта штука вот так вот. И в интернете на самом деле очень мало обучающих видео того, как это все нужно правильно клеить. По идее, как бы то, что я нашла какой-то один мастер-класс, там рассказывали, что вы изначально используете базу от коди, потом снимаете липкий слой и потом вот эту вот штуку подбираете, в общем-то какая вам там по размеру подходит. Нагреваете под лампой обычно, ну 60 ватт лампа, вот под ней нагреваете и эта пленочка начинает немножко как скручиваться, после чего вы накладываете ее на ноготь, вот так вот хорошенько натягиваете, распрямляете по ногтю и спиливаете остаток и потом покрываете верхним покрытием. Я попробовала сделать на вот эти вот два пальца и слава богу, что я не решилась это сделать на все пальцы, потому что мне эта пленка вообще не понравилась. Может быть, конечно, я не мастер маникюра, я не умею просто с ней правильно работать, скорее всего, наверное, так и есть, но для меня это оказалось огромным просто геморроем, если не сказать по-другому, потому что пленку эту вроде бы как я даже натянула, вроде бы как даже она у меня красиво смотрелась, но когда я начала покрывать верхним покрытием, она начала как-то топорщиться в некоторых местах и в некоторых местах как-то, в общем-то, от моего ногтя, отставать. Но я думаю, ладно, я уже наклею, в общем-то, как наклеила, так наклеила, закреплю базовым покрытием, вернее, топовым покрытием, но на следующий день она начала сползать тоже с моего ногтя, то есть вот так вот уходить ближе к кутикуле, потому что когда я натягивала, да, я натягивала со всей силы, то, наверное, слишком сильно натянула, и она постепенно начала опять скукоживаться. Короче, на следующий день я эту пленку сняла и поняла, что вот эта вот штука, это не для меня, это либо для профессионалов, пускай они этим занимаются, а мне уже как бы просто и обычного лака достаточно. Теперь давайте именно по декоративной косметике пройдемся. Вот такую вот штуку хочу вам показать, это скульптурирующий такой диск от Гош, здесь вы сразу получаете в одном наборе средства для коррекции, это бронзер, потом это хайлайтер и румяна. Все это в такой вот общей гамме симметричной, то есть оно как бы одно сочетается с другим, и абсолютно все продукты у меня сегодня на лице из этой палетки, у меня и контуринг выполнен с помощью этого оттенка, который здесь вот находится, потом я бронзером прошлась вот просто по периметру лица, румяна и хайлайтер тоже у меня с этой палетки. Очень неплохая палетка, действительно неплохая, хороший оттенок для контуринга здесь, вот такой вот серо-коричневый бронзер, имеет легкий-легкий шиммер, но его на лице не видно, он ложится очень красиво, именно вот таким вот более теплым, скажем так, цветом, но не рыжим. Что касается румян, то здесь они очень нейтральные, то есть это действительно те румяна, которые не добавят вам какого-то существенного цвета на ваше лицо, то есть просто они дополнят то, что уже было сделано вот этими двумя продуктами. Что же касается хайлайтера, то здесь для меня это самое слабое звено, я вам недавно, кстати, показывала тоже палетку от Faberlic для контурирования, и вот для меня они очень похожи. Вот в этом, в этой палетке вы получаете немножко больше, потому что здесь есть еще и бронзер, но в целом, вот как бы в целом качество и то, как это наносится и смотрится, то эффект очень похожий. Мне и тот, и другой продукт нравится, в зависимости от того, что у вас под рукой, скажем так, что вам проще купить или заказать, то я бы вам и советовала. Но этот диск в целом мне понравился, хорошего качества, нету там каких-то таких дурацких оттенков, и хайлайтер тоже очень деликатный здесь, вот такая вот легкая сатиновая вуаль, я думаю, вы видите сейчас, то есть это не для стробинга, а именно для такого вот легкого эффекта подсвечивания. Еще хочу вам показать вот такую вот помаду, это помада от Rimmel, но линейка эта юбилейная, то есть она приурочила это к юбилею их сотрудничества с Rimmel, и у меня это конкретно оттенок 54 Rock'n'Roll Nude, оттенок очень красивый, я в своем инстаграм опять-таки выкладывала тоже, как смотрится эта помада у меня на губах, эта помада это абсолютный нюд, но с таким вот небольшим розовым подтоном, красиво смотрится, держится абсолютно стандартно, как любая кремовая помада, комфортно ощущается на губах, но вот именно этот оттенок очень классный, мне понравился, в плане нюда очень классный вариант, и в то же время доступен, потому что везде, где продается Rimmel, можно заказать себе эту помаду. Еще одну штучку хочу вам показать от Гош, это странная штука, если не сказать по-другому, это их новая подводка, которая называется Giant Pro Liner, и выглядит она, грубо говоря, вот абсолютно точно так же, как маркер, обычный маркер, не для лица, а обычный маркер для того, чтобы там писать что-то. Очень большой аппликатор здесь, и я протестировала эту подводку, но у меня она вызвала какие-то странные ощущения, мне неудобно пользоваться вот таким вот большим аппликатором, потому что в основном я старалась пользоваться кончиком. Наносится подводка неплохо, то есть вообще нормальный цвет, то есть плотный, черный, все с ней хорошо, но если бы все-таки сделать ее в более классическом варианте, то есть таким тоненьким аппликатором, мне кажется, было бы лучше. Вот у них есть в линейке вот такой вот маркер, но только с тоненьким аппликатором. Вот этот же, я не знаю, ну разве что вы любите очень широкие вот такие вот стрелы у себя на глазах, вот это вот вам возможно как-то упростить задачу, то есть вы быстрее можете нарисовать стрелку. Мне же скорее это больше добавило проблем, чем какой-то простоты в нанесении. Недавно я тоже делала обзор на коробочку красоты Лайферия, и там вот я рассказывала, что мне попалась тушь от Rimmel, называется она Extra Lash. И тогда я в том видео сказала, что туши Rimmel обычно мне не нравятся, потому что они создают очень натуральный эффект на ресницах, а я люблю все-таки, когда вот так вот побольше. И из-за этого я эту тушь даже в тот день не пробовала, и ничего вам не сказала точно, как она работает, но, кстати, зря, потому что я ее решила потом протестировать, у нее такая вот простая силиконовая щеточка с маленькими иголочками такими по всей длине, и она снизу более широкая, кверху она сужается. Я, честно говоря, не думала, что она будет работать так, как она работает, но мне очень понравился эффект, который она делает на моих ресницах. Он очень похож на эффект моей в последнее время любимой туши Bourjois Volume Reveal. Вот тоже она прочесывает ресницы и добавляет объем, и, ну, вот если чуть-чуть, буквально, может, еще длину добавляет, но я бы не сказала, что сильно вытягивает длину, но вот объем она добавляет, и при этом она прочесывает реснички, то есть у вас они не слипшиеся, а именно вот такие вот кукольные больше. Короче, понравилась мне эта тушь, Римму меня здесь удивили, скажем так, поэтому я ее с удовольствием пользуюсь, и я в этом месяце не буду делать фавориты, потому что я буду готовить уже фавориты 2016 года в целом, но тушь бы эта 100% попала бы в фавориты месяца, если бы, ну, был бы какой-то другой месяц, грубо говоря. И последнее, о чем я хотела бы сегодня с вами поговорить, это о антипроспиранте. Если вы смотрели, опять-таки, мои предыдущие видео, вы знаете, что я нахожусь в поисках какого-то натурального, органического антипроспиранта, и что я до этого не пробовала, все как-то не то, короче говоря. И заказала я еще один, это антипроспирант, который называется бренд Mulan, да, наверное, Mulan Naturals, и заказывала я его на Амазон, и заказывала слепую сугубо по отзывам, то есть я ввела в поиск просто органический дезодорант, и в зависимости от отзывов, да, то есть самые-самые хорошие отзывы, я среди них выбирала. И вот этот был один из самых залайканных, скажем так. Я почитала, что вроде как там все хорошо, все хорошо работает, и что классно тоже, это роликовый вот такой вот антипроспирант, то есть ни кремовый, ни масляный, никакой вот именно вот роликовый, и им достаточно легко, в общем-то, управлять, как обычным антипроспирантом. Из плюсов, действительно он справляется, наверное, лучше всего из всех, которыми я пользовалась до этого, и вот в комбинации с кристаллом, да, вот кристалл сначала используете, потом кристалл там подсухает, и вы используете вот этот, это вообще такой железобетонный, скажем так, прием. Я случайно вот так попробовала, но работает, реально работает, действительно все сухо, и нет никакого ни запаха, ничего. Сам по себе он работает немножко хуже, но тоже работает. Из минусов, он имеет жирную консистенцию, и запах у него отвратительный, запах у него каких-то эфирных масел, и здесь в составе, собственно, вода, потом какая-то там пудра, глицерин, и в конце это масла. Но эти масла очень сильно ощущаются, и, кстати говоря, эти масла тоже пачкают нижнее белье, но остаются вот такие вот жирные следы. Это, кстати, хороший такой минус, поэтому я им пользуюсь в комбинации с кристаллом, и буквально совсем чуть-чуть наношу, тогда это ничего не пачкает, и защищает тоже очень хорошо, поэтому если вы тоже в поисках какого-то натурального антипроспиранта, то можете присмотреться, особенно если вы уже покупали кристалл, и не совсем им довольны. На этом у меня все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, конечно же, поставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока!